Музыка Конференции Electronic Arts и Bethesda мы разобрали по отдельности. А вот все остальные конференции были настолько насыщенными, что если разбирать каждую по отдельности, придется потратить несколько часов. Поэтому пробежимся по самому основному. Конференция Sony Вау! Ребята, это была лучшая конференция E3 2016. Фантастическое количество анонсов и каких. Начнем с главного. Анонсирован свежий God of War. Просто фантастик. То, что Sony делает с игрой, вызывает с одной стороны отрыб и недоумение, а с другой стороны восторг. Старый пожилой Кратос. Эдакий старичок-лесовичок, только с большими мускулами. И его маленький сын, за которым он очень внимательно следит, жестко его воспитывает. Хочет, видимо, сделать из него такого убийцу богов. При этом антураж далекого глубокого севера, непонятно, где это все происходит, и чем-то напоминает с одной стороны новые Лары Крофт, а с другой стороны, все верно, Skyrim. Пока показывали ролик, мне казалось, что вот прямо сейчас Кратос заорет «ФУСРОТА!» Но нет, он этого не сделал. Больше всего я волнуюсь за механику, потому что то, что нам показали, было такое, неспешное. Совсем не так, как было в предыдущих годах в Варах. То есть вот этих вот прыжков с цепами, быстрых разворотов, ну такого аркадного платформенного геймплея, я себе слабо представляю, как он будет стыковаться вот с новым даже не сеттингом, а просто антуражем. Такое ощущение, что разработчики хотят сделать новый год оф Вар значительно более серьезным, и, главное, более неспешным и размеренным. И, если честно, эти изменения лично мне понравились. Следующая важная новость — анонс «Дэйс Ган». Это очень похоже на «The Last of Us». При этом в мелочах проработок намного больше. Но это то, что касается графики. Какая там будет история, пока не совсем понятно. Но совершенно точно это будет очень хороший стори-теллинг, потому что то, что показали в ролике, это прям кинематографично. Вот такие ролики можно снимать для анонса хороших новых сериалов. А тут игра. И такой замечательный заход. «The Last Guardian» выходит 25 октября. Фу, все выдохнули, наконец-то. Знаете, если честно, то картинка «The Last Guardian» за вот все те лета, пока разрабатывали игру, конечно, подустарела. Да, можно говорить, что она такая стилизованная и рубленная, но вспомните, когда игру только анонсировали, очень мощный эффект был от графики. Сейчас он немножечко потускнел, но все равно это вот та самая игра, которую мы будем играть не ради графики. А все остальное там, судя по всему, очень хорошо. История, душесчипательные, потрясающие персонажи. Безумно жду эту игру. Очень впечатлил ролик Детройта. Показали большой кусок геймплея, при этом все действие разворачивалось буквально в одной локации. И с одной стороны это очень похоже на The Heavy Rain, с другой стороны есть ощущение, что для того, чтобы продвигаться дальше по игре, нужно пробовать все возможные варианты прохождения. Только одно из них окажется правильным. Такой поливариативности не было, наверное, еще ни в одной игре. Вот если все в Детройте будет построено так, как показали в ролике, это означает, что на всю игру нужно сделать там буквально пару десятков локаций. Но все равно будет интересно играть. Очень хочу посмотреть, что получится в финале. Двигаемся дальше. Resident Evil 7. Ох, еще и это. Из ролика стало понятно, что наконец-то Resident Evil, кажется, станет страшным, но больше он мне ничем не впечатлил. В рамках конференции Sony показали еще один кусок Call of Duty. В космосе. И вот вы знаете, чем дальше, тем больше Call of Duty мне напоминает не игру с сюжетом, а эдакий виртуальный тир. Смотришь на картинку и понимаешь, что тебе абсолютно пофигу, почему этот персонаж там, что он там делает, да для чего он это делает. Тебе просто приятно смотреть на то, что происходит на экране, и нажимать на кнопочку. Можно даже не управлять, просто пускай прицел сам наводится, а ты будешь жать фаер. Ну, Call of Duty скатывается куда-то в эту область. Не скажу, что это плохо, такие игры тоже нужны, но за серию немножечко обидно. И, наконец, вторая важнейшая вещь на конференции Sony после года Хвара, это новый анонс Хидео Кадзимы с Норманом Ридусом. Никакого геймплея не показали, показали фантастический, психоделический ролик. Ридус, ребенок с пуповиной, дохлые кашалоты. Боже, что это было, но я уже хочу в это поиграть. Кадзима, дай мне эту игру. Ах да, PlayStation VR выходит 13 октября. Па-бам! До конца года Sony обещает аж 50 проектов, которые будут поддерживать виртуальную реальность, и это, мягко говоря, неплохо. У Ubisoft была очень неплохая конференция, за ней было интересно наблюдать, но вот в сухом выхлопе и остатке, после конференции, ты думаешь, а вот что там такого важного-то произошло? Да, в общем-то, ничего. Показывали игры, которые были анонсированы до этого, кооперативный шутер Ghost Recon с страшненькой графикой, очередной South Park, дополнение для V-Division, анонсировали новую игру по Стартреку, и да, это интересно для тех, кто любит франшизу. Я, например, Стартрека не фанатею, поэтому если будет очень хорошая игра, класс, если просто средненькая, ну... Показали геймплей кооперативного экшена for Honor. Вы знаете, выглядит неплохо, но не прям вот а-а-а класс, чем-то напоминает Vikings, только с более таким отточенным геймплеем, с очень красивой анимацией персонажа, и знаете, вот такое ощущение, что если бы это был фри-ту-плей проект, то прям ух, какой хороший. А вот если это все будут продавать за денюжку, то уже, в принципе, получше вроде бы есть, но геймплейную механику такого типа обязательно нужно почувствовать, что называется, пальцами, потому что на экране выглядит вроде бы красиво, но вот ощущение ударов вы, естественно, просто смотря на экран не почувствуете. Нужно брать геймпад в руки и пробовать. Не знаю, как оно играется. Показали очень много Watch Dogs 2. Ух, ребят, ну как бы Watch Dogs 2, как нам его показали Ubisoft на конференции E3 2016, выглядит хуже, чем Watch Dogs 1, когда его показывали в момент самого-самого анонса. Но помните, да, показывали очень красивую картинку, потом игра вышла, э, какая она страшная, боже мой, нас обманули. Так вот, сейчас вторая часть выглядит хуже, чем первая тогда на старте. Но геймплей вроде бы подтянули, вроде бы там все механики поточине сделаны, это уже поближе к GTA. Но потому что я увидел нет, до GTA еще далеко. А еще мне очень понравился их спортивный симулятор Steep. Ну как симулятор? Это больше похоже на аркаду, но с уклоном, что называется, в сложность. Потому что все вот игры, которые называют спортивными мультисимуляторами, на самом деле такие откровеннейшие аркады. Там полет на Винг-Сьюте обычно, там эти люди летят столько, сколько в жизни не пролетят никогда. А в Steep вроде бы это все поближе как-то к реальной картинке, и поэтому в большей степени может заинтересовать настоящих экстремальщиков. Ну просто потому, что они на экране увидят примерно то же самое, что могут увидеть в жизни. Выглядит красиво. Как это будет играться? Вопрос. Потому что чем ближе ты спортивную аркаду приближаешь к симулятору, тем страднее получается геймплей. Быш-быш-быш, все умерли. Опача. Главным на конференции Майкрософт были даже не игры, а технологии. Мелкомягкие продолжают интегрировать Windows 10 и пересаживать насильно на него народ и свой Иксбокс. При этом, заметьте, после конференции Майкрофт стало четко понятно, что будет происходить с консолями дальше. Отдельных поколений консолей больше не будет. Скорее всего, никаких PlayStation 5 и новых поколений Иксбокс, на которых будут выходить абсолютно новые игры, мы с вами не увидим. Компании двигаются в сторону, ну, например, Apple и Android. Иными словами, одна единая общая экосистема и потихонечку, потихонечку эти консоли будут эволюционировать. В какой-то момент вы поймете, что игры, которые выходят на вашей консоли либо выглядят безумно страшно, либо вообще не запускаются. Ну, часть может быть запустится, а часть нет. И вам придется бежать в магазинчик и покупать более мощную консоль, на которой все старые игры тоже будут идти. Теперь, что касается интеграции. Чем дальше, тем больше будет выходить игр с кроссплатформенным мультиплеером одновременно на Windows 10, поэтому, если хотите играть, переходите на эту систему, нажимайте ту самую кнопочку в углу экрана, кто этого еще не сделал. На свой страх и риск, конечно. При этом, можно будет покупать игры на одной платформе и одновременно получать их на другой. Сейчас таких проектов пока немного, но чем дальше, тем больше их будет появляться. И одна важная вещь, которая меня в данной ситуации волнует больше всего, и Microsoft на нее не ответили, можно ли будет проходить игру, например, на Xbox, а потом продолжать играть в нее на ПК. Это очень важная штука для интеграции, я подозреваю, что они целенаправленно про это не говорили, чтобы потом подогреть интерес, например, на Gamescom или где-нибудь осенью. А из новых анонсов заполнилась новая Force Horizon и Dead Rising. Все остальное не заинтересовало. Конференция Nintendo. Битва крототюленчика с ковченогой божьей коровкой. Ну, то есть покемоны. Для фанатов масса свежей информации. И... Зельда, которая очень хорошая. Вся конференция Nintendo была посвящена фанатам этих двух игр. Как бы с одной стороны молодцы, с другой стороны а че, показывать-то больше нечего, да? Обидно. Конференции E3 были в этот раз просто потрясающи. И все начиналось на таком большом подъеме, электронике, Bethesda, и казалось, что лучше уже вроде бы сложной, и бах подряд прям отличнейшей конференции других компаний, которые затыкали первые за пояс. Огромное количество игр, которые ждешь прямо с нетерпением. Уже осенью начнется такой вау релизов, что сейчас нужно планировать, когда вы вообще это будете играть. И на следующий год, и на 18-й даже уже понятно, что будет огромное количество проектов. Просто фантастика. Спасибо, ребята, это была восхитительная E3. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok